Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Добрый день. Один из самых значимых праздников – День Победы. Отмечают сегодня в Казахстане и в других странах бывшего Союза. Ровно 76 лет назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции в фашистской Германии. Огромный вклад в победу внесли наши солдаты и офицеры. Общее число отправившихся на поле сражений – около 1,2 млн человек. Каждый второй погиб. Ветеранов той страшной войны в республике осталось всего 665. В прошлом году 9 мая встретили более тысячи фронтовиков. Из-за коронавируса массовые торжественные мероприятия по случаю праздника отменены. Но это не помешало лично поздравить и отдать честь героям Великой Отечественной. День Победы С Днем Победы поздравил казахстанцев Касом Жомар Токаев. Глава государства отметил, что этот праздник является символом славы и доблести героев-победителей. Отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг, навсегда останутся в памяти народа. Заключил Токаев. Президент заверил, никто из ветеранов и тружеников тыла не останется без поддержки государства. С очередной годовщиной Победы поздравил жителей республики Иннур Султан Назарбаев. Ельбаса подчеркнул, что обязанность нынешнего поколения – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества. Победа в мае 1945-го стала символом единства, дружбы и взаимовыручки народов, объединенных общей целью, добавил Ельбаса. В день Великой Победы агентство Хабар вместе с представителями столичного Акимата продолжает поздравлять наших дорогих ветеранов. Сегодня мой коллега Марк Брюшков встретился с очередным участником войны. Что она из себя представляет, Туруспек Садыков узнал в юном возрасте. Через какие трудности ему пришлось пройти и где он встретил то самое 9 мая 1945-го. Об этом прямо сейчас. Наверное, нет тех семей, которых бы Великая Отечественная война не коснулась по себе, зная у меня два прадеда, они вернулись с фронта. Один из них без вести пропал, другой не должен буквально две недели до Дня Победы и был под Берлином убит третьим пулевым ранением. Поэтому, разумеется, те ветераны, которые остались живых, сейчас, дай бог им здоровья и долголетия, конечно же, в будущем, мы должны со всех сторон окружить их вниманием, заботой. Приятное! Участникам знаменитых сражений вместе решили сделать агентство Хабар и столичный Акимат. Вот мы уже подъехали к дому нашего ветерана. Оркестр подготовился и ждет наверху. Давайте пойдем и, наконец-то, поздравим его с Днем Победы. Турусбека Садыкова призвали в ряды Красной Армии в сентябре 42-го, когда война уже шла полным ходом. Совсем еще юный парень участвовал в боях морской пехоты против японских агрессоров на Дальнем Востоке. Помнит дни своей службы до сих пор. Три отряда постоянно стояли на страже. Если оставишь пост, то тебя ждет трибунал. Однажды кто-то рискнул это сделать. Тут же вызвали полицию и этого человека увезли. Я ни разу не оставлял свой пост. Меня потом за это еще благодарили. Говорят, плохо, что ты один. Вот если бы хотя бы 10 было таких, как ты, честных и ответственных. За проявленный героизм на полях сражений Турусбека Садыкова наградили Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Японией, медалью маршала Советского Союза Жукова, а в мирное время – юбилейными медалями ко Дню Победы и Вооруженных сил СССР. У нас в районе на сегодняшний день проживают три ветерана Великой Отечественной войны, 272 труженика тыла. Мы их всегда не оставляем без внимания на все праздники. Они активно, кто может, активно участвуют в нашей жизни, в социальной жизни района. 9 мая, конечно, это наш долг, чтобы сегодня прийти, поздравить. «Из-под небес по птичьей окликая, Всех вас, кого оставил на земле». Ну а здесь под окнами нашего дорогого ветерана организовали настоящее театрализованное представление с песнями военных лет. День Победы – праздник для всех. Только посмотрите на эти радостные лица, что снимают происходящее из своих окон. Марк Брюшко, Диас Кувламбаев, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24. Ствол и штык от винтовки Мосина, пушечные гильзы и ручная граната. В Павлодаре экспонатами времен Великой Отечественной войны пополнился фон школьного музея боевой славы имени генерала Панфилова. Артефакты передали российские поисковики. Большинство предметов найдены во время очередной вахты памяти. Этот музей был создан шесть лет назад в честь юбилея Великой Победы. Сейчас здесь насчитывается более 250 экспонатов времен Великой Отечественной войны. Они были привезены из разных областей России и регионов Беларуси. Всего здесь 14 разделов и с каждым годом они пополняются, говорит командир поискового отряда Панфилов Шалар. В этот раз артефакты предоставили российские поисковики. Эти экспонаты они нашли в Тверской области, где в 1941 году бригады, созданные в Казахской ССР, потеряли до 75% личного состава и которые внесли огромный вклад в победе Великой Отечественной войне. Среди новых экспонатов особый интерес представляет китель адмирала военно-морского флота. Оригинал формы привезли из Санкт-Петербурга. Бронепробег, технический полет, из-под колес, как пули километры, нас возвращает в 43-й год, войною окровавленное лето. Фонды пополнили и уникальные книжные издания о войне. Здесь же прошла презентация сборника стихов бойца Павлодарского поискового отряда. Я считаю, что сегодня такая работа должна продолжаться. Она проводится совершенно бесплатно на волонтерских началах. И очень приятно, что есть сегодня такие люди, которые могут заинтересовать молодежь, которые могут влюбить в такую вот работу военную. Невозможно не восхищаться людьми, кто в форме, в камуфляже каких-то. Это сразу ровная осанка, это сразу чувство такого патриотизма искреннего. Я считаю, что мы должны ценить это и знать, и передавать поколению знания, которые получали мы от наших руководителей и предков. Потому что сейчас мы живем именно под мирным небом из-за подвигов наших прадедов. Фонд музея ежегодно пополняется благодаря большой работе местных российских поисковиков. Они постоянно выезжают на весеннюю вахту памяти и привозят оттуда новые артефакты. Себен Рахимбай, Марат Игликов, из Павлодара, Хабар, 24. Другим темам в Минздраве Казахстана прокомментировали результаты исследования Американского института показателей оценки здоровья о занижении статистики смертности от коронавируса в нашей республике. В публикации говорится, что с начала пандемии в Казахстане количество умерших от ковид превышает 81 тысячу человек. Тогда как в официальной статистике говорится о более 6,5 тысячах. В Минздраве подчеркнули, эта информация не соответствует действительности. Опубликованные данные специалистов из США предварительные, являются лишь прогнозом. К слову, число смертельных случаев в мире, по информации исследователей, 6 миллионов 900 тысяч, что превышает официальные данные более чем в два раза. Между тем, за сутки в республике зафиксировали свыше 2 тысяч новых случаев заражения ковид. Не сходит с первого места по приросту Алматы, плюс 637 инфицированных. В разрезе областей всплеск коронавируса отмечен в Карагандинском регионе 249 зараженных. Всего с начала пандемии вирус подтвердился у более чем 342,5 тысяч казахстанцев. В Казахстане продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Первым компонентом вакцины на сегодня привиты свыше 1 миллиона 678 тысяч граждан. Общее число получивших вторую дозу превышает 592 тысячи 600 человек. Как минимум 55 человек стали жертвами прогремевшего взрыва в столице Афганистана. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух недалеко от школы для девочек. Есть информация о последовавшей после ракетной атаки. Сообщается о более 150 пострадавших. По словам одного из очевидцев, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы. Большинство погибших девушки. Президент Афганистана Ашар Афгани обвинил в случившемся радикалов из Талибана. По его словам, таким образом они показывают незаинтересованность в мирном урегулировании. Но в самом движении причастность к взрыву отвергли. Беспорядки и столкновения с полицией возобновились в Восточном Иерусалиме. По меньшей мере 80 человек пострадали, включая детей. Об этом сообщает Красный Полумесяц. Очередная стычка произошла рядом с мечетью, где собрались десятки тысяч палестинцев. Они начали закидывать силовиков камнями. В ответ правоохранители использовали светошумовые гранаты и водометы. Причина массовых недовольств в этой части Иерусалима все та же. Решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей. Президент Палестины призвал ООН провести срочное заседание по поводу сложившейся ситуации. Евросоюз и США также призвали стороны принять меры для деэскалации конфликта. Жители одного из московских домов добились установки памятной таблички в честь героя Советского Союза Алии Молдогуловой. Дом стоит на улице, которая уже носит фамилию знаменитой девушки-снайпера. Это самая большая улица московского района Вишняки. Почему именно там увековечили память Алии Молдогуловой, расскажет Дана Нуржан. Здесь, в московском районе Вишняки, в 43-м, открылась уникальная первая в мире женская школа снайперов. В первый набор этой школы попала и Алия Молдогулова. Чуть позже совершила подвиг на фронте, посмертно получив звание Героя Советского Союза. В память о ней названы сразу две улицы в этом районе – улица Молдогуловой и Снайперская. Инициаторами установки памятной таблички стали местные жители. Когда встал вопрос о восстановлении таблички на этом доме, буквально за несколько дней было собрано более 400 подписей соседей. То есть все единодушно согласились. Особенно важно еще отметить, что Алия Молдогулова – это дочь казахского народа. Она останется в наших сердцах, и мы сделаем все, чтобы передавать эту память нашим детям, внукам, правнукам. Многие местные жители – выпускники школы имени Алии Молдогуловой. Музей в ее честь в школе-гимназии открыли еще в далеком 87-м году. Основала его педагог Наталья Зайцева. Большую часть жизни она посвятила сохранению памяти о подвиге казахской девушки. Издала книгу о снайперской школе, посвятила стихи в память об Алие. Алия для меня все. Мой дедушка, когда вернулся, они же вернулись с войны, они про нее не хотели говорить. И перед смертью только мне дедушка сказал, дочка, казахи – замечательные люди. Это замечательная преданная национальность. Если дружат, до конца своих не бросают. Сейчас в Вишняках объединяют несколько школ. Гимназия, которая раньше носила имя легендарного снайпера, стала филиалом школы 15-12. Теперь местные жители планируют добиться присвоения ей имени Алии Молдогуловой. С запросом они уже обратились в местную администрацию. В прошлом году 75 лет Победы. Мы обращались два раза в связи с 75-летием Победы и в связи с 95-летием Алии Молдогуловой. Надеемся на то, что имя будет восстановлено. И в Москве опять будет школа имени Алии Молдогуловой. Это не единственное учебное заведение в российской столице, названное в честь казахстанца. Еще одна московская школа носит имя легендарного героя Бауржана Момушулу. Дана Нуржанжа, Зотгамиров, Россия, Хабар-24. Закончим на этом. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин